Ну вот, Дымочка, и приехали мы домой. Ехали долго, мучились, устали. Выходи. Дымка успела отвыкнуть от своего дома. Последние четыре месяца она провела в ветеринарной клинике Новосибирска. В Новокузнецк кошка вернулась с новыми протезами. До этого она могла передвигаться только ползком. В квартире Нины Полосухиной Дымка появилась в 2017-м. Поехали на дачу с оленями. Выползла к дороге. Решили, как покормить. Не было такого. Она поползла за машиной. Британская веслоухая смогла пережить сибирские морозы. Зимой 2017-го столбики термометра в Новокузнецке несколько раз опускались ниже 30 градусов. Дымка лишилась всех лапок, кончиков хвоста и ушей. Отморозила нос. Скорее всего, она потерялась на даче и провела три месяца, скитаясь в поисках пищи. Такая была вся как с запахом. Ну, видно, как питалась там непонятно, что и как выживала непонятно. Обычно животных в таком состоянии ждет лишь одна участь. Но усыпить дымку рука у ветеринаров не поднялась. Нина Полосухина и сама была рада услышать, что ее новая подопечная сможет выкарабкаться и получить второй шанс на жизнь. Эти кадры сделаны в минувшем году. Кошка по-прежнему ползала. Кузбасские ветврачи написали своим коллегам в Новосибирск. Про хирурга Сергея Горшкова знает вся Сибирь. Со всех уголков ему привозят пострадавших животных, в том числе диких. Горшков дал добро. Дымка отправилась на реабилитацию. Ветврач смоделировал и изготовил для нее новые лапки. У нее стоит вот такой тип импланта. Это имплант по ристын, печатан на 3D-принтере. И внешне у нас были вот такие модельки. Они оказались для нее больно жесткие. Поэтому мы напечатали новые, которые более такие упругие, если посмотреть динамики. Операция продлилась 5 часов. Все это время дымка находилась под наркозом. Сначала ей нарастили титановые протезы на передние лапки, а затем на задние. У кошек оказываются очень тонкие кости, рассказывает доктор. Но эта британка оказалась выносливой. И все у нее удачно срослось. Она пошла на второй день. Встала и пошла. Да, это так и неожиданно. То есть потому что культи обычно ей там болят, но опору достаточно можно сразу давать. И они сразу ходят, бегают. Она может хорошо сидеть, бегать. Она спит в основном на спине, на животе, играет с рыжим котом. Качество жизни у нее более чем прекрасное. Дымка стала второй кошкой в мире, которой установили протезы на все лапки. Первым был вот этот рыжий обитатель Новосибирской клиники. Опытом Сергея Горшкова интересуются коллеги со всей страны. 3D-моделирование – это шаг в будущее, который дает возможность на реабилитацию не только для людей, но и для братьев наших меньших. Спасибо вам огромное. Ой, мы уже укусились. Ну как, отомстила? Я же ее надолго бросила. После нескольких операций дымка чувствует себя хорошо. К ней вернулись кошачьи инстинкты. Теперь она может самостоятельно ухаживать за собой, ходить в лоток и умываться. А если надо, то и постоять за себя. Сейчас ей всего лишь два года, так что впереди у нее целая жизнь. К слову, лечение влетело новой хозяйке в копеечку. Нина Полосухина не пожалела. Последнего и отдала 350 тысяч. Помогли и неравнодушные люди. Но женщина осталась должна еще 70 тысяч клинике. Поэтому любой помощи пенсионерка будет благодарна. Евгений Райдер, Анна Криволапова. Новости 360.